Необычный спор двух компаний решал арбитражный суд Челябинской области. Производители диванов, кресел и шкафов поссорили ножки для мебели. В МИАСе заявили, что придумали их оригинальный дизайн, а другие компании разработку просто украли. Подробности в репортаже. Вот ножки. То есть это вот кажется, что ну вроде ну что тут особенного, а это уже оригинальный дизайн. Вот они, те самые мебельные опоры, которые стали предметом громкого спора между двумя компаниями. По заверению мебельщиков из МИАСа эти крепления и их разработка. Но каково же было удивление руководства, когда аналоги появились у других производителей. Ну вы возьмите и измените какой-то элемент в этом мебельной опоре и выпускайте свое, так сказать. Нет же, они будут ездить, они годами судятся. На счету Южно-Уральской компании это второе судебное разбирательство с плагиат-производителями. Первое аналогичное дело было рассмотрено судом по интеллектуальным правам, руководствуясь нормами вовсе не авторского, а патентного права. Второе направили на новое рассмотрение уже в разрезе авторского права, так сказать, признав былые ошибки. Вот только в привлечении авторского лица дизайнера компании ИСЦУ отказали. Я глубоко убежден, что принимая решение об отсутствии исключительных прав в принципе, однозначно касаются права автора. Вот однозначно. То есть тот человек, который разработал и передал это все обществу, и его не привлекать в судебный процесс рассмотрению, ну это просто уму непостижимо. Ответчик, представитель смоленской компании, в свою очередь заверил суд, что они вдохновились вовсе не миасской фурнитурой, а разработками польской фирмы. Но южно-уральские производители все же намерены отстоять свое право на собственность и далее планируют подать апелляционную жалобу. Причем миасская компания материальной компенсации с ответчиков не требует, просят лишь отказаться от производства их копий.